Друзья, переходя к завершающей стадии моего обзора Женевского автосалона, кроме того, что я сейчас сниму еще ряд отдельных видео и коротких, как вы просите, еще одно такое длинное, общее по каким-то общим моментам и по тем машинам, которые, в общем-то, наверное, не заслуживают того, чтобы прямо по ним лазить и разбираться предметно. К ним относится, например, Mazda CX-5. И объясню, почему такие машины я оббегаю стороной и просто не разглядываю их более предметно. Например, эта Mazda, она была представлена в Лос-Анджелесе еще осенью прошлого года и только сейчас добралась как европейская премьера до Европы, соответственно, до Женевского автосалона. То есть рассматривать ее предметно смысла нет, потому что на нее уже есть ряд обзоров, куча фотографий, технической информации. Хотя здесь она, видите, представлена как абсолютно новая Mazda CX-5. Об этом гордо написано на стенде. Но, тем не менее, какой смысл тратить ваше время на этот автомобиль, когда, если он вам интересен, вы и так его посмотрите. Это же касается многих автомобилей, которые на самом деле просто обновились. И есть какие-то рестайлинги у них, зато их представляют как абсолютно новые. Ну, нет смысла эти машины разглядывать близко, если речь не идет о тест-драйве или об обзоре конкретной модели с детальной. Мы говорим все-таки, оббегая все вокруг. Вчера, проходя мимо фордовского стенда, я смотрел только влево. Помните, у нас слева стоит эскорт, у нас стоит слева, соответственно, вот этот вот Мехико. Тоже эскорт первого поколения. Просили его поближе посмотреть, но на самом деле внутрь не попасть. А снаружи, ну и так оно, в общем, видно. Чем могу, что называется. Так вот, я не посмотрел справа. А справа у Форда есть своя премьера. Это новая Фиеста. И мы сейчас немножечко компенсируем этот момент, посмотрим на нее просто, ну просто визуально, для того, чтобы хотя бы вы увидели, как она выглядит. Здесь мы видим с вами трехдверный хэтчбэк. Причем эстэ, да? Пойдем более, к более житейским, обывательским версиям. Смотрите, таких цветов оригинальных. Сразу намек на, конечно, дамские автомобили. Хотя я не сторонник делить автомобили на мужские и на женские. Но тут прямо однозначно все по цвету. Кстати, интересная история по поводу женских и мужских автомобилей. Заключается в том, что Вольво очень неоднозначно презентовала свою XC60. Мы еще к этому вернемся и отдельно посмотрим про это XC60. Я вам про это расскажу. Ну, Фиесту будем считать, что вы увидели. Двигаемся дальше. На стенде Jaguar, внимание, сосредоточено основное на концепте под названием I-Pace. Если вы помните, есть уже кроссовер F-Pace, на базе которого, собственно говоря, и сделан, на платформе которого и сделан рейнджеровер новый по имени Вилар. Не знаю, стоит ли присматриваться к концепту более пристально. Я немножко устал от концептов, честно вам скажу. Потому что концепты это все так называемое видение дизайнеров и мало имеют с реальностью общего. Вот вам F-Type. Яркая, красивая машина. Бесспорно. Но на ней надо ехать для того, чтобы что-то про нее понять. А вот так внутри сидеть. Интерес сомнительный. Безусловно, я понимаю, что многие тюнинг-ателье серьезно дорабатывают не только экстерьер машины и интерьер, но и какие-то технические части. Например, ходовую часть или моторы, что наиболее сложно. И дают на это гарантию. То есть, естественно, своими руками и маленькими тюнинг-ателье это не сделаешь. Хотя можно поспорить на эту тему. Но в любом случае, наблюдая, например, большое количество фотографов, которые обступили этот автомобиль, я понимаю, что они привлечены больше, ну, просто внешним видом автомобиля. Просто его цветом и яркостью. Потому что они для какого-то издания делают обзор. И эти машины будут выглядеть там эффектно. Но не более того. С точки зрения какой-то новинки рассказывать об этом автомобиле. То есть, можно, конечно, вокруг этого автомобиля бегать, смотреть. У него интересные тормоза. То есть, там такие брэмбы, смотрите, перфорированные диски. Сам размер колес заслуживает внимания. Обвес, безусловно, интересный, стильный. Но все это стоит, как мы уже говорили, гораздо дороже, чем это делать собственными силами. И самое главное, не всем понравится, если человек не просто коллекционирует одну машину за другой. В большинстве случаев человек, конечно, состоятельный и хочет доработать машину по собственному проекту. И это, в общем-то, причина того, что я так мало рассказываю об автомобилях в каком-либо тюнинге. Друзья, в рамках шлифовки того, что, возможно, было пропущено вчера, хотел бы найти с вами здесь среди мерседесов... Нет, 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 спасибо, мне не надо, хотя вкусно пахнет. Меня интересует пикап от мерседеса. Потому что мерседес выпустил так называемый X-класс. Ну, как выпустил, это, естественно, концепт. Но такой близкий к реальному. Настолько близкий, что засуетились даже баварцы, которые сразу же стали говорить о возможности выпуска тоже своего пикапа. И все идет к тому, что нас, возможно, ждет эпоха премиальных пикапов. Потому что слышно было даже от Lexus еще значительно раньше о таких идеях и мыслях. Потому что у Lexus вообще все в этом отношении практически готово. А вот и пикап я вижу впереди. Так вот, заканчивая Lexus, у них есть Land Cruiser 200-ка, есть LX 570-ый. Замечательная платформа, которую можно уже практически использовать готовую. Итак, смотрим на этого мутанта. Как всегда, с трикозиной, отсеченный сзади кузов. Вот такой концепт под названием Mercedes-Benz Concept X-класс. Безумноватый проект, я вам скажу. Хотя, на самом деле, если мы говорим об американском рынке, о реднеках, чисто теоретически, которые бывают тоже состоятельными людьми. Это будет первая машина на деревне, на ранчо, вернее. Несмотря на то, что этот концепт выглядит вполне жизнеспособным. Как я и сказал, BMW именно поэтому засуетились, которые у нас, собственно говоря, рядом здесь и находятся. Кстати, обновилась еще у BMW четверка. Ну, причем обновилась она так. Немножко там оптика. Вся оптика стала, по-моему, матричной у них. И фонари, перед, зад, в общем, это называется. Появился, короче, LCI, что называется Life Cycle Impulse у BMW. То есть появился первый маленький рестайлинг четверки. Так что я с сожалению осознал, что я стал владельцем предыдущей четверки. Уже старой. У Peugeot, тем временем, пока мы гуляли, появился автомобиль, с которого сняли покрывало. Это концепт под названием инстинкт. У французов часто яркие концепты, но, как мы уже это говорили, что обычно это и заканчивается исключительно яркими концептами. Друзья, несмотря на то, что есть ряд малоизвестных брендов, в том числе и незнакомых нашему уху совсем, здесь совершенно нет таких автомобилей, как, например, китайские автомобили. Китайский автопром не представлен вообще. Ну и естественно, когда вы спрашиваете про LADA, представлены здесь LADA, я вам уверенно могу ответить, что нет, даже искать не надо, потому что даже китайцы сюда не выехали. Но на самом деле тут такой рынок автомобилей достаточно интересный. Интересный чем? То есть фактически у меня такое ощущение, что я попал на показ каких-то гламурных мод. То есть, знаете, есть просто показ мод от кутюр, а есть именно когда моды, когда там дамы в перьях, в каких-то безумных костюмах, которые в реальной жизни-то и представить невозможно. Вот автосалон в Женеве как раз чем-то похож на такой показ безумных мод, который, собственно говоря, сделан для того, чтобы просто повеселить публику и напомнить о своем бренде, что такой бренд вообще существует. То есть очень много концептов далеких и несовместимых с жизнью и много автомобилей, которые интересны только Европе. То есть бюджетных машин я практически здесь не вижу. Кстати, по поводу бюджетных автомобилей. Мы вчера с вами пропустили премьеру на стенде Nissan и сейчас посмотрим, что же там стояло. Там стоял какой-то кроссовер с кучей разнообразных покрывал. Но я предполагаю, что речь идет о Qashqai, потому что Qashqai в очередной раз, по-моему, обновился. У него там противотуманочки стали не круглые, а прямоугольные. У него появился какой-то хром. То есть, как говорили о том, что он повзрослеет внешне. Сейчас проверим мои догадки. Прямо сквозь Honda с CR-V. Ну, CR-V, ребят, реально, ну, прошлый век же. Вот я смотрю на этот CR-V, мне кажется, на таких машинах уже много лет все ездят. Не потому, что я не люблю Honda, мне вообще нравится Honda в целом. А внутри? Ребят, ну это не серьезно. И дальше продолжаем, идем к Nissan уверенным шагом. NSX. NSX будем смотреть. Да нет, не будем, потому что я не планирую его покупать. А как я вам уже говорил, ну, вряд ли мне попадется эта машина в этой жизни. А вот если попадется, да ее и снимем, кстати. Так, что у нас было-то? Ну, у нас тут стоят многочисленные жуки. X-Trail. Тоже, я так понимаю, обновился. Видимо, у нас обновились X-Trail и Qashqai. Судя по тому, что люди, знаете, очень легко понимать, какая машина именно обновилась. Если на ее фоне стоят люди с камерами, со светом, то есть более-менее серьезные какое-то издание. И что это про нее рассказывает? Значит, у машины какое-то обновление произошло, которое компания заявляет как более-менее серьезное. Ну, в данном случае, я вижу, есть интервью с кем-то из представителей Ниссана. Ну, о старой машине так говорить бы не стали. Я думаю, что фанаты Qashqai увидят что-то. Впрочем, даже я вижу, на самом деле пошло обновление на пользу Qashqai явно. Стал посерьезнее выглядеть. Вообще, растерял вот эту игрушечность свою. Достаточно у него стал интересный дизайн. Давайте присмотримся. Вот, например, черная машина на нас есть. А что у нас с задней оптикой? Тоже, наверное, какой-то был рестайлинг. Да, кстати, нормально, неплохо сделано. И узнаваемо с одной стороны, и с другой стороны. Более строго, более соленое. Вот это ушла обмылочность пузатая такая. Японцы, конечно, стали брать, видимо, европейцев в свои дизайнерские отделы. Или вообще стали заказывать дизайн у европейцев. И дело, конечно, пошло немножко совсем на другой лад. А вот X-Trail мне даже меньше нравится, чем Qashqai. Хотя он крупнее, безусловно. Но по своему дизайну Qashqai получился очень ладненький. Как обычно бывает при рестайлинге, я думаю, сильных изменений в интерьере нет. Но, опять-таки, надо знать марку, надо знать бренд, для того, чтобы я мог вам предметно рассказать, что вот эта ручка стала такой, вот этот переключатель переехал вот сюда. Ну, и я уверен, что таких деталей вам еще накидают автоиздания. Те, которые непосредственно про этот автомобиль будут делать какой-то более предметный обзор. Ну, а мне, конечно, нравятся вот такие вот автомобильчики от NISMA. Хоть я к Nissan отношусь не скептически, но спокойно. Но с уважением, к легендам надо относиться с уважением. Я думаю, что круг почета вокруг NISMA мы с вами завершили. И давайте посмотрим, может быть, что-то найдем интересное на стенде Renault, потому что в комментариях, а я читаю все комментарии, если кому-то даже не отвечаю, не думайте, что я это не прочитал. Я всегда стараюсь отреагировать. Так вот, кто-то из вас писал о том, что хотел посмотреть, есть ли Renault Talisman на стенде. Давайте поищем Talisman, хотя машина-то вообще не новая модель. И она уже была на ряде выставок, я точно ее видел раньше. Но не уверен, что она есть на этой, потому что пока не бросается в глаза. Но давайте, знаете, что еще обсудим? Я опять увидел, что вот этот Renault ZOO 100% электрический, ну, все про него знают, это не новинка. Но вообще, в целом, вот смотрите, опять Easy Electric Life, то есть рекламируется вся электрическая технология, электрические технологии. И кто-то из вас тоже в комментариях поднял такую тему, что невозможно перейти на электричество в ближайшее время, что для этого нужны новые топливные элементы, новые способы передвижения и питания автомобилей. И скептически отнесся к моим мыслям о том, что все в будущем автомобили станут электрическими. Но на самом деле это неизбежно. И если реально смотреть на вещи, то двигатель внутреннего сгорания, это вещь, которую нас вынуждают эксплуатировать сегодня. И она уже технически архаична и устарела. То есть мы сейчас жертвы маркетологов, а также нефтяного сговора, я так считаю. Потому что первые автомобили на самом деле вообще были электрические. Просто про это как-то никто не обсуждает. Но изначально самые быстрые машины, они были электрическими. Лично мне вообще кажется, что если будут какие-то люди в будущем заглядывать в нашу автомобильную историю, в прошлое, лет через сто, то нас просто будут считать недалекими покупателями, жертвами маркетинга, которых, собственно говоря, обманывали автокомпании и нефтяные концерны, которые исключительно создавали автомобили и лоббировали именно бензиновые двигатели, двигатели внутреннего сгорания. Потому что технологии, в принципе, уже многое позволяет. И нам уже пора ездить на электрических машинах. Но по ряду причин это просто не делается пока. Потому что многим так выгодно. А вот лет через сто про это вспомнят и будут говорить, вот представляете себе, столько лет ездили. Представляете, если бы мы сейчас ездили бы готовы до 50-х на каких-нибудь машинах на паровой тяге. И засыпали бы туда уголь. А потом внезапно был бы прорыв по ДВС. И все бы сказали, вот ребята вообще ничего не понимали. А что делать? Покупали, потому что машины движутся. И ездят, и выполняют свои, собственно говоря, цели, поставленные перед ними по передвижению. А уже принцип передвижения дело второе. Друзья, пока общался с вами по поводу альтернативной энергии, движения автомобилей, такая долгая тема. Тема для отдельного разговора. Рено-талисман я не нашел, но тем временем оббежал весь стенд Рено. Просто для того, чтобы... Ну, хотите, Сценик покажу. Мне вообще нравится Сценик. Хороший семейный автомобиль. Такой планшет. Не то Тесла не дает покоя. Не то волювы XC60. Но все, смотрите, стали выносить все на планшет. В Сценике тоже все стало. Даже массаж, вот я смотрю, здесь есть в этом Сценике. То есть минимальное количество кнопок, и все делается через планшет. Я думаю, что тенденции, устоявшиеся уже, если на Volvo XC90, мы еще говорили о том, что, возможно, это уйдет, то как минимум в ближайшее время, наверное, все сейчас будут делать именно так. Выносить все будут на тачскрин, ну раз люди уже привыкают. Хороший крупный семейный автомобиль Renault Scenic для дальних путешествий. Я считаю, превосходный, если еще и дизельный, для того, чтобы покорять не только страны с нефтедобычей. Хорошая трансформация салона. Ребят, не поверите, столько раз пробежал вокруг. Никому не нужен. Хорошо? Посмотрим. Вот так у нас выглядит талисман. А я уже думал, все мимо. Смотрите, только что были сценики. Вообще один в один. Абсолютно схема по монитору, по тачскрину, по управлению климатом, двумя вот этими крутилками. Сидения комбинированные. Причем хорошая такая поддержка у них. Еще в какие-нибудь там 90-е годы, даже в 10-е годы, такие сидения назвали бы суперспортивными. А здесь, ну смотрите, обычные семейные автомобили имеют такие сидения, ну практически раньше их называли ковши или рикара. Все подряд сидения назвали рикара, которые хоть немножко имели намек на спортивность. А теперь это уже входит в тренд. Акустика Босс. Знаете, мне тяжело судить этот автомобиль, чтобы говорить вам свое мнение по этому поводу. Потому что французский автопром, как я уже говорил, мне нравится в проявлении Ситроен, потому что это действительно машина яркая. Хотя и этой машине не откажешь в неплохом дизайне, достаточно тоже стильном. Но не могу пока переломить себя в плане марки Renault. То есть все-таки есть определенные предрассудки личного плана. Хотя, безусловно, все красиво. Светодиодная оптика. LED Pure Vision. Мы видим надпись. Все машины красивые. И вы знаете, что меня не покидает такое ощущение, глядя на все эти автомобили? Что слишком точно в последнее время маркетологи стали просчитывать ресурсы автомобилей. Что все эти машины на самом деле сделаны из жестия, картона и бумаги. С очень четко просчитанным ресурсом. Вы можете подумать, даже автомобили, у которых в двигателе стоит цепь, которая изначально должна быть причиной то есть она изначально, цепь ставилась в автомобиль для того, чтобы она служила более долговечно, чем ремень ГРМ, который был признан вроде как недолговечным. И после этого цепь служит меньше ремня. То есть во многих немецких машинах нынче 100 тысяч пробег и все. И проблема с цепью. На самом деле это прискорбно. И вся красота машин, все ушло вот в эту красоту. А на самом деле нового ничего особенно не делается. Никаких прорывов нет. Есть фишки, есть электроника, есть пользовательский интерфейс, есть дизайнерские изыски, чтобы бросалось в глаза. Вот вам, кстати, Сан Йонг. Причем Сан Йонг, вчера мы его не видели. Это, я так понимаю, какая-то представленная очередная из новинок под покрывалом. Вчера было столько машин под покрывалом, что, собственно говоря, возможности даже посмотреть не было и понять, кто и что представит. XAV называется этот Сан Йонг. И, ну, конечно же, это концепт. Конечно же, это концепт, это видно по многим деталям. Я уже научился безошибочно это отличать. И я бы не сказал, что он суперкрасив. Вот эти двери задние без ручек дверных, они хороши в коротких автомобилях, когда создается вид купе или хэтчбэка, да, как бы трехдверного. А в данном случае машина удлиненная, а сзади нет ручек. Это как раз пахнет той самой корейщиной, которая, собственно говоря, это автомобиль и является. А ведь корейцы стали уже уходить от многих элементов своей корейщины. Даже вот этот банальный Каранда при помощи, по-моему, итальянских дизайнеров обрел вполне европейские черты. Друзья, некоторые из вас спрашивают меня, почему я не делаю обзоры, почему я не уделяю внимание на выставке каким-то суперкарам или просто очень дорогим автомобилям, роскошным. Причина достаточно банальная, опять субъективна, но я один раз вам отвечу на этот вопрос. Дело в том, что все мои знания, они основаны на том, что мне хочется узнать про ту машину, которую я потенциально могу представить себя ее владельцем. Пусть даже не прямо сейчас, пусть даже у меня нет финансовой возможности сделать это прямо в данный момент или в ближайшее время. Но все равно, если я вижу и понимаю, что машина интересная, и возможно, когда-нибудь мне предоставится возможность ее приобрести, пусть даже бэушную, то я начинаю ее подробно изучать со всеми нюансами. То есть совершенно с другим энтузиазмом накидываюсь на информацию по этой машине. Поэтому, кстати, и есть причина, что многие журналисты, которые делают обзоры автомобилей, они руководствуются исключительно красивым слогом на основании пресс-кита. То есть пресс-кит – это та информация, которая предоставляется человеку при выдаче автомобиля на тест-драйв. После этого он зачитывает все вот эти данные, перефразирует их красиво, и этим все, собственно говоря, заканчивается. Я, например, не могу себя представить владельцем Rolls-Royce, хотя, в принципе, ну, может быть, какой-нибудь старой классической модели, чтобы попробовать, теоретически, да. Также когда-то я стал совершенно случайно владельцем Bentley Continental GT. Я совершенно не планировал покупать эту машину, но так получилось, что знакомый предложил по хорошей цене, и я какое-то время получил бесценный опыт по всем косякам этой машины. Один из первых написал про нее именно вот эти вот все нюансы, которые владельцы никогда в жизни не озвучивали. Типа замена лампочки, например, в заднем стоп-сигнале. Ну, там не лампочка, там светодиоды перегорали. Для того, чтобы заменить этот стоп-сигнал, нужно было либо снимать потолок и вырезать стекло, либо там подлезать, выпиливать, через стекло высверливать, то есть там совершенно адские были манипуляции. Но никто этого не знал. Все ехали, владельцы Bentley всегда к дилеру, и эти вещи делали с безумные деньги. То есть замена стоп-сигнала стоила около 200 тысяч рублей, когда евро был 40. То есть там под 5 тысяч евро брались владельцев. Потом, правда, пошли колхозы, люди добрались все-таки до этого стоп-сигнала своими руками, стали его отпиливать, высверливать и оттягивать потолок. Потолок после этого стал отклеиваться, появилась на рынке куча бенки с оттянутыми потолками, плохо переклеенными. Но это все нюансы. Тем не менее, они появляются в процессе эксплуатации, реальной эксплуатации, реального обсуждения этих автомобилей. Поэтому, ну зачем мне рассматривать, ребят, Феррари, Ламборгини или Мазерати, которые теоретически, ну, вряд ли попадут в мои руки. Я просто перегружу свой мозг лишней информацией, которая мне на данный момент не нужна. То есть вы можете посмотреть эти красивые картинки в интернете или прочитать про эти машины, ну, либо посмотреть какие-то топовые обзоры телевизионные, там, на уровне топ-гера, которые сделали действительно красивую съемку, подошли к вопросу со сценарием и так далее. Поэтому, когда я вижу обзоры блогеров каких-то дорогих автомобилей, человек ходит, начинает там что-то щупать и говорить, вот здесь смотрите, какая алькантара, здесь смотрите, какая кожа. Поэтому я не вижу в этом большого смысла. И именно для вас я не вижу полезной информации в этом. Потому что мне разговор этот не будет от души. Сейчас я с вами разговариваю просто как человек, как друг, с которым вы идете действительно по выставке, как кто-то заметил верно в комментарии. Да, причем я могу быть в чем-то неправ, я могу ошибаться в чем-то. Жаль, мы не можем с вами разговаривать, вести диалог, чтобы вы меня, может быть, даже где-то поправили в чем-то. Потому что невозможно знать про все автомобили и все в деталях. Но, тем не менее, я стараюсь рассказывать вам все, что я вспоминаю про эту машину в данный момент. Мы, кстати, вчера пропустили с вами стенд Infinity. Хотя, на самом деле, нет особых причин уделять ему много внимания. У них есть обновленный, по-моему, обновленный какой-то седан из седанов. На данный момент я вижу, что все знакомое, все, что встречалось раньше. Ну, как всегда, новинка стоит, конечно, на центральном подиуме. Но ажиотажа здесь не наблюдается. То есть Q50 и Q50S. А проблема Infinity, как я считаю, заключается в том, что у них, несмотря на неплохую яркую внешность, внутри очень слабо соблюдается дистанция от Nissan. Если, например, сравнивать такой же альянс Toyota и следующий бренд, топ-бренд над ним, это Lexus, то там как бы все достаточно однозначно. Здесь же, когда мы заглядываем в любой автомобиль Infinity, мы видим... То есть у меня был когда-то Nissan Tiana, и я вижу себе практически Tiana внутри. В очередной раз, проходя мимо стенда Lexus, по которому у меня сейчас будет отдельный обзор LS500, к которому я надеюсь получить доступ непосредственно, чтобы снять вам интерьер и рассказать про него более подробно отдельным материалом. Я вижу, что люди очень активно интересуются LC500, хотя на самом деле я был на его презентации год назад или даже чуть больше года назад. На самом деле машина прошла уже такое количество выставок, что удивляет, что люди стоят до сих пор в очереди, чтобы ее посмотреть. Во-первых, машина, конечно, красивая. Это безусловно. Но при всем при этом, я не удивляюсь теперь очередям к другим машинам некоторым, которые, в общем-то... Ну, люди просто на самом деле видят то, что яркое, что красивое, и не всегда технически даже подкованы в плане, что новинка, а что нет. То есть пока машина яркая, пока она красивая, она вызывает интерес в любом случае. Хотя по теории журналист, который занимается журналистикой постоянно и плотно, должен был видеть эту машину уже ну раз пять минимум на разных выставках, прошедших за этот год, а если не больше. Друзья, я понимаю, судя по тому, хотя бы, как фотографы бегают вокруг вот таких автомобилей, мнения которых я вам уже высказал, я понимаю, что вам, возможно, кому-то это интересно. И все люди разные. Поэтому я столько раз вам уже снимал чьи-то спины и ноги людей, идущих по выставке, когда о чем-то рассказывал или говорил, что я подумал, ну почему бы действительно не снять какой-то проход хотя бы на несколько минут без комментариев своих по поводу этих автомобилей. Возможно, вам просто что-то покажется интересным. Этот автомобиль замечательно подошел бы для продолжения трилогии, по-моему, она трилогия назад в будущее, если не ошибаюсь. Ну вот, судя по количеству всяких тумблеров, рычагов и проводов, очень символично. Еще, еще плоды, элементы тюнинга. Я знаю все эти бренды, я знаю, что такое МТМ. Я все эти автомобили в той или иной степени сталкивался с ними, причем еще, наверное, даже до того, как это стало таким мейнстримом, известным до появления интернета. Но, как вы понимаете, это все из области фантастики, скорее. Просто красивая картинка, чтобы вам было интересно что-то посмотреть. Вот классический кадр. Классический кадр с автовыставки. Немецкие одноклассники умрут от зависти. Опять свет. Опять свет привлекает всех. Причем, обратите внимание, какое количество дам. Причем дамы с цветами. А сегодня 8 марта, напомню вам. Из чего мы делаем вывод, что действительно, может быть, это международный женский день, а не праздник Клары Цеткин, как многие предполагают. Тем не менее, все равно повод поздравить женщин есть. Замечательно, что хоть такой. И не важно, кем этот праздник придуман. Друзья, когда я подходил к стенду Mitsubishi, мне показалось, что меня тут ждет автомобиль моего товарища Славы, Монтера. Только у него, по-моему, 2003 года, а на дворе 2017. Конечно, преемственность поколения, я говорю, важная штука, но порой играет достаточно злую роль. И если бы не премьера, а у Mitsubishi тоже есть премьера, то мне даже нечего было бы вам рассказать, потому что все вот эти вот старые очертания, галантоподобные, сейчас мы говорим с вами о Mitsubishi Eclipse Cross. И когда я вижу надпись Mitsubishi Eclipse, я вообще сразу вспоминаю Eclipse тот, каким я его запомнил. Потому что Eclipse это был спортивный, ну такой псевдо-спортивный автомобильчик. У меня было Eclipse и 3000 GT Mitsubishi были. Это как раз были такие первые спорткары 90-х, так называемые. Ну, интересные для тех времен машины. И странно, что теперь Eclipse стал кроссовером. На самом деле, даже это такой не кроссовер, у него задний подъем двери линии, оконные линии делают его похожим даже чем-то на купе отчасти. И это уже никакой не прототип, не концепт, это серийный автомобиль. Причем, если реально смотреть на вещи, даже вот непонятно, в каком классе его позиционировать. И обещают нам его осенью 2017 года в России. Пока неизвестно ни цен, ничего. Но, кстати, если говорить о технической части, то, как обычно, здесь идет даунсайзинг в полный рост. Полуторалитровый мотор базовым является, ну, естественно, с турбиной. И 2,2 литра турбодизель. Ну, я так понимаю, что 100 с чем-то лошадей бензин и лошадей, наверное, 107-180 дизель. Полный привод, разумеется. Давайте попробуем, наверное, найти машину, в которой можно будет дойти до интерьера. Вот более предметная информация по Eclipse Cross. Если вам что-то интересное, какие-то технические моменты, поставьте на паузу, изучите, для того, чтобы я просто не тратил ваше время на зачитывание. Продолжение следует... Итак, друзья, интерьер нового Mitsubishi, новой модели. Посмотрим немножко по деталям. Интересный момент. Проекция реализована путем выдвижной планочки такой. Здесь есть кнопка, которой мы нажимаем, и эта планочка убирается. Зачем так было делать, мне не очень понятно, но, видимо, может быть, в силу архитектуры торпеда, что нет возможности проецировать, хотя странно, сделали бы как все. Нет, все-таки это сделано через выезжающую планочку. Хотя магия определенная в этой детали имеется. Обратите внимание, к чему пришло Mitsubishi. Кстати, к тачпэду для управления, как было на Lexus. И, в общем-то, я бы не сказал, что прижилось. Были нарекания как и на мышь, так и на тачпэд. Что у нас здесь есть? Подогрев руля, кнопочка Eco Mode, раздельный климат-контроль, управление полным приводом. Какие аркаичные кнопки подогрева сидений. Хотя, наверное, дань традиции. Такие они были, собственно говоря, и лет 15 назад, как минимум, а может даже и больше. Снова выносной мониторчик мультимедиа-системы по современной моде. Ну, в принципе, это логично, потому что встраивать его куда-то вниз просто не очень удобно. Есть все на немецком, я смотрю, все меню. Ну, имеется в виду, что кто-то поставил немецкий язык, потому что тут все на французском в большинстве своем. Ну, в принципе, выдаются элементы бюджетности, даже, например, зеркало, но без автозатемнения. То есть оно с обычным рычажком, хотя вроде машина богатая, то регулируется от дальнего света, защищаемся обычной механикой. Хотя я уверен, что эта машина в одной из самых богатых версий, причем она с двумя люками. С электроприводом сидений. Но, разумеется, без памяти. Странно, кстати, почему не ставить память. Мы уже много раз это обсуждали, что это копеечные опции. Но, видимо, таким образом по классам автомобили, что ли, разделяют. Поговорим о компании Дэвид Браун, который представил тут целых два своих автомобиля. Потому что Дэвид Браун, это был такой предприниматель, который уже, по-моему, в 90-х годах умер. И этот человек, который... Это фамильная фирма, Дэвид Браун, естественно, его так и звали. Так вот, теперь, видимо, используя это имя, решили возродить... Я даже не знаю, если честно, кто владелец на данный момент этой компании. Но, в любом случае, у нее есть история, у нее есть имя. И вот такие вот два автомобиля, представленные именно этим Дэвид Браун. И вчера как раз мы видели дедушку, который тут болтал ножками на скамеечке. Я не обратил внимания. Честно говоря, я думаю, это какие-то ретро-интерпретации очередные. А на самом деле-то это вполне себе самостоятельная автомобильная единица. К тому же, современная. Интересно, явно пытается сделать что-то... Что-то такое, что... Чем взять покупателя. То есть, это явный... Явные претензии в такой премиум. Даже не в премиум, а что-то более серьезное. Суперчаржит V8. Двигатель с двигателем, конечно, все очень мощно. Очень любезный мужчина на стенде. Открыл мне и капоты, и двери. Жестами показал, что я могу посмотреть эту машину поближе. Видно, что все ручные. Выделки по коже, по строчке кожи. Интересная машина, потому что она по себе выезжающая, видимо, шайба такая, ягуаровская. Многие мотивы британцев разные. Скомбинировал в себе. Мерседесовские такие дефлекторы. Прямо есть разные элементы в этой машине, которые явно взяты из каких-то других решений, других брендов. Но в то же время, она, ей не отказать в оригинальности. Эта машина выглядит очень оригинально. То есть, внимание, будет приковано, безусловно, на дороге. Имеется в виду та дорога, по которым ездят такие машины. Наверное, мы опять говорим о Монте-Карло. И модель эта называется GT Speedback. А чего стоят диски? Посмотрите на эти диски многоспицевые. Какая-то дань истории. И при этом, странно видеть. То есть, эта машина, она вне времени, потому что даже если смотреть просто на диски и на оптику, то это вещи совершенно разные эпохи. Интересные и стильные машины. Почему-то мне такие машины нравятся. И мне хочется их разглядывать. Хотя точно так же я понимаю, что такую машину я приобрести не смогу. Все-таки зависит все от каких-то личных эмоций, которые вызывает автомобиль при первом взгляде на него. Друзья, попутно завершая это видео, практически отвечая на ваши вопросы, все вместе в одном. То есть, мы сейчас заканчиваем обзор в Женеве. И я пытался что-то выгрузить, какую-то даже часть промежуточную сейчас прямо со стенда Lexus. Но интернет лег. Видимо, все выгружают видео и фотоматериалы. И большие объемы 2-3 гигабайта выгрузить невозможно. Очень надеюсь, что у меня появится интернет в ближайший день-два, в котором я смогу выгрузить вам всю эту информацию. И буквально вот отвечая вам на некоторые вопросы, ну и попутно, наверное, я пройдусь немножечко еще по салону, чтобы вам было что-то видно. Не только моя физиономия, а что-то еще и полезное, может, для себя углядеть. Вы задаете кучу вопросов самых разнообразных. Например, даже спрашиваете, почему я хромаю. Ребят, я не хромаю, так стабилизатор работает. Слава богу, пока хожу нормально. С этим проблем нет. Дальше. Что я хотел бы сказать в качестве, какого резюме по этой выставке. Очень активно продвигается технология распознавания пешеходов у всех. Я просто не уделял этому внимания, чтобы у каждой машины на ней рассказывать. Я брал рекламный проспект, заглядывал в него, но какие-то выдержки по памяти вам просто сообщал и говорил только то, что мне было интересно, то, что мне понравилось самому, то, что я считал нужным. А на самом деле, вот у всех, даже у Ниссана на Кашкай, на его, на новом, и то внедряются какие-то первые функции автопилота. Причем такой автопилот, знаете, ну, не тот автопилот, конечно, который вас посадит в автомобиль, вы сядете и доедете, и вылезете с бутылочкой пива, когда вас разбудит массаж кресла. Нет, конечно. Машины учатся подруливать, машины учатся останавливаться, машины учатся объезжать пешеходов в пределах полосы, которые они двигаются. И это касается всех автомобилей, в том числе от премиальных, безусловно, до бюджетных уже. То есть это уже технология идет. И я думаю, что вот этот автопилот, как он у всех по-разному называется, он, конечно, будет очень активно внедряться и будет появляться очень много будущих моделей, которые будут предлагать какие-то технические особенности распознавания дорожного покрытия, дорожной полосы, объезда пешеходов, торможения, разгона автоматического и так далее. Это самое ближайшее, что сейчас прямо пойдет валом, потому что сделал один, сделал два, сделал десять, и все, останавливаться нельзя, делают все. И этот тренд, наверное, этого автосалона, так же, как и общий тренд заключается в том, что представлено огромное количество концептов, которые, собственно говоря, и привлекают многих людей на выставку. То есть люди ходят поглазеть на какие-то несуществующие красоты. И не так уж много таких новинок, чтобы они прямо были новинки-новинки. Кстати, вы говорили о Jeep, что я недостаточно внимательно посмотрел Jeep, как-то миновал его своим вниманием. Давайте закончим обзор Женевского автосалона как раз с Jeep, раз мы до него дошли. Уже зная о том, что автомобиль, который является локомотивом и главной новинкой должен стоять на каком-то подиуме, я сразу еще подиум. Но у меня взгляд цепляется сразу за красный Ranger. Я снова хочу сказать о том, что у меня был как раз красный Ranger. У меня с ним столько историй связано. Ну, у меня был красный, белый, черный. Ranger я любил. У меня на время было много Ranger. Так вот, вы простите меня, вы уже корили меня за то, что я вспоминаю постоянно свои машины. Ребята, на них основаны мои воспоминания. Это действительно так. Это моя жизнь. И многие вещи я ассоциирую именно с этими машинами. И я пытаюсь вспомнить и как-то перенести свою проекцию памяти на то, что я вижу сейчас. Ну, конечно, тут даже близко ничего нет от того Ranger, который был у меня. Это совершенно другой автомобиль. И он уже стал давно другим за поколение до этого. Но, тем не менее, не корите меня за воспоминания о моих автомобилях, потому что я по-любому буду это делать, потому что я благодаря этому вообще бегу к этой машине и начинаю что-то вспоминать, ассоциировать. И, может быть, даже загораюсь идеей снова обрести такую машину. Но, кстати, к джипу пока у меня что-то нет такой тяги, чтобы снова обзаводиться им. Уж больно они какие-то аскетичные. Хотя раньше я любил американцев и одно время был их поклонником. Да чего я только поклонником не был? Что-то все проходило со временем, обжигался. Так, ребят, я вижу только компас. Я вижу группу людей, которые ведут диалог. Это никак не связано с ажиотажем вокруг какой-то машины. и стоит очень много джипов-компаса. Но хотите мы заглянем в компас? Просто, чтобы вы увидели. Потому что для меня он не представляет большого интереса. Но компас стал лучше. И внутри, и снаружи. Тот компас, который знал я, он был совершенно не того класса. Он был очень бедный внутри. Он был некрасивым. Он был негармоничным. Это был автомобиль, на котором даже в Америке ездили люди, которые купили его, совершенно не выбирая душой и сердцем, а просто так получилось по деньгам или по обстоятельствам и просто по формату автомобиля. Но это был практически неосознанный выбор. Cherokee. Может быть, Cherokee вы хотите посмотреть? Причем, я люблю машины, которые какими-то отмечены особенными знаками. Я не знаю, что значит Trail Rated на данной машине, но всегда приятно когда на Ford табличка Geo, когда на Fiat табличка Abarth. Ну, то есть, какие-то там эксклюзивные версии. Даже просто, когда автомобиль какой-нибудь Golf 3 Rolling Stones Edition. Ничего в нем особенного нет, но были такие машины и как раз у меня был такой автомобиль. Простите, опять об этом же. Но просто вспомнилось. Я купил его только потому, что он был Rolling Stones Edition. Я помню, что я посмотрел его, машина даже с таянием была, не фонтан. Trail Hawk. Я думаю, что это и есть как раз какая-то лимитированная серия, о которой мы о Шильдике говорим. Ну, это, конечно, ребят, вы меня извините, но это перебор в наше время. Я ничего не хочу сказать, но, блин, а я вот ногтями, смотрите, что сделал сразу же. У меня ногти-то обычные, постриженные, не торчат. Бардачок. Ну, Jeep есть Jeep. И тоже у него есть свои поклонники, как у ряда марок, которые немножко в себе. Как Subaru, например. Та же. Если Toyota может купить любой человек, чисто теоретически, который просто обыватель, потребитель. Да, автомобиль Jeep. BMW, Subaru. Покупают те люди, которые все-таки знают, что они хотят и по какой-то причине выбрали именно эту марку. Ну, давайте заглянем в Rubicon. Все, что сохранилось, это только вертикальное стекло и приблизительно похожий вот этот вот обрыв торпеды передней панели. Все. Все остальное у машины, конечно, все другое. Ну, все здорово. Если бы я такую машину увидел бы в 94-м, 95-м году, я был бы, конечно, в восторге от нее. А сейчас я просто к ней достаточно равнодушно отношусь, потому что акустика, кстати, альпайн, так не странно. Потому что эту машину я не вижу своей. Не вижу, потому что она мне не нужна, она угловатая, она жрет много топлива, она не едет как-то интересно. Оффроудом я уже перестал увлекаться. Был такой период у меня в жизни, когда я считал, что нужно ездить на той машине, в которой ты лазишь в грязи одновременно. Сейчас я не сторонник таких теорий, я считаю, что если ты лазишь по грязи, то машина должна быть для этого, конечно, отдельно. Ребят, на самом деле это все. Не судите строго за возможные неточности и за какие-то вот, может быть, где-то я был в своих словах, не очень верно говорил, ошибался, оговаривался. Но это все особенности, нюансы прямой трансляции. Назовем ее так. Я не собираюсь это монтировать, у меня физически нет времени. Я прямо выкладываю вам полными кусками. Хотя на самом деле, если снимаешь подобное видео, конечно, если ты где-то оговорился, это нужно все переснять, очень быстренько этот кусочек или перемонтировать, или хотя бы его вырезать. Я это совершенно не делал. И вот, что я еще хотел сказать, друзья мои. На выставке довольно много людей в инвалидных колясках. Вы, наверное, видели в моих видео это. Я хотел вам сказать, что причина заключается в том, что очень многие из этих людей, немало из них, были автомобильными спортсменами какими-то. Либо просто попали в аварии на автомобилях. И отчасти это было потому, что они были влюблены в автомобили. И когда любишь автомобиль, понятно, что ты можешь идти на какие-то безрассудства. Возможно, в скорости, в манерах вождения, еще что-то. И все равно эти люди остаются любить машину. У меня есть у самого такие друзья. И что я хотел этим сказать, вот этой вот грустной нотой. Я хотел просто отметить, что я очень жестко недолюбливаю всех людей, которые причисляют себя даже не просто к стритрейсерам, что я вообще не понимаю, а даже к тем людям, которые считают, что они могут творить на дороге, что и считают нужным, как хотят ездить. И просто подвергать угрозе не только своей жизни и здоровью, но и других. И поэтому, когда кто-то в видео мне однажды сказал, что слушай, ты, похоже, не пристегнутым ездишь, я даже отвечать не стал, я только улыбнулся. Потому что я езжу себя пристегнутым. Наверное, мне не повезло, но у меня есть несколько друзей, было несколько друзей, которые погибли в автокатастрофах. Друзья, на самом деле не буду уходить из позитива в негатив. Мой посыл в основном в том, что просто берегите себя, будьте осторожны на дорогах и если вы что-то делаете с автомобилем, уважаете тюнинг, быстрые автомобили, быстрые моторы. Я вам честно скажу, я не люблю, когда смотровую площадку называется Матро и вообще все, что с этим связано, это культуру, саб-культуру, как ее сейчас модно называть. Я считаю, что спорт должен быть на трассах, а на дорогах общего пользования должно быть передвижение общего пользования в соответствии с правилами. На самом деле звучит банально, но я говорю это только потому, что я сам очень люблю скорость и люблю автомобили, которые позволяют многое. Поэтому просто надеюсь на ваше понимание и благоразумие в этом посыле. Хоть что-то полезное в моем видео, что донести до людей. Но это действительно мое мнение, ребята, это не бравада, это не какое-то желание быть в тренде, в мейнстриме. Это действительно мое мнение. Поэтому спасибо вам за то, что посмотрели. видео. Спасибо, что прошли со мной по автосалону. Смотрите отдельные кусочки видео с автосалона, которые я по вашей просьбе снял более детализировано. Они тоже будут выложены на канале. И, конечно, ждем новых обзоров, ждем новых роликов, связанных совершенно с чем угодно, просто с жизнью и с, наверное, бензином. Если у вас, как и у меня, есть капелька бензина в крови, то вам будет интересно. Интересно. Субтитры создавал DimaTorzok